МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире телеканал АЛАУ Новости. В студии Елена Щегельская. И коротко о главном. Вытоптанные клумбы с цветами засадят газонной травой, а в следующий день города их постараются огородить. Сегодня Аким Кустаная прокомментировал ситуацию с уничтоженными цветниками во время праздника. В Казахстане вступили в силу новые правила для очередников на социальное жилье. Теперь нет ограничения по сумме займа, по доходам и, возможно, привлечения созаемщиков из числа близких родственников. Уборочная кампания стартовала в Кустанайской области пока не массово. Аграрии сейчас убирают ранние хлеба и масличные культуры. Отнесем это к праздничным потерям. Так высказался Аким города о вытоптанных во время празднования Дня города цветочных клумбах. По его словам, большого урона кустанайцы зеленым насаждениям не нанесли. В общей сложности пострадало около 30 квадратных метров. Теперь вместо цветов высадят газон. А на следующий год местные власти планируют защитить клумбы специальными конструкциями. На этом видео неизвестный кустанайец путем уговоров пытается спасти цветочные клумбы перед областным Акиматом. В минувшие выходные город праздновал свой 144-й день рождения и на концерт, который проходил в центре, собрались зрители. Людей было настолько много, что цветочные клумбы превратились в тротуар. «Получается, после дня города у нас такая шикарная клумба была. Вот если посмотреть с левой стороны, вот такая же самая клумба была, заросшая, просто красивая. И вот ее всю вытоптали. Видимо, люди повыше забирались, чтобы посмотреть концерты и все и стоптали. Даже вон на каменный вазон залезли, все и вытоптали». Однако масштабы потерь оказались невелики. Сегодня местные власти провели рейд и проинспектировали городские клумбы. А пострадавшими, иначе говоря, вытоптанными оказались всего около 30 квадратных метров. «Отнесем это к праздничным потерям. Но на следующий год, у нас юбилейный год будет, мы будем предусматривать, наверное, уже защиту именно клумб на областном окемате. Мы видим уже как там. Такого, в принципе, никогда не было. Было вытаптывание, но такого массового, да. Я думаю, предусмотрим какие-то защитные конструкции и создадим условия. Возможно, и людям даже, может быть, там стоять или сидеть на этих конструкциях. Что-то будем думать». Аким города отметил, что кустанайцев никто за клумбы не винит. Наказывать тем более никого не планируют. Да и в целом праздник прошел без серьезных происшествий. «Сегодня данные мы взяли. 60 тысяч – это минимум было людей. Минимум по подсчету. Одновременно находясь, я сам стоял до конца и видел, когда люди уходили, расходились только час. Очень был большой поток. И самое главное для нас, что без происшествий. Не было драк, не было каких-то тяжких преступлений. Все было в рамках культурного отдыха». На месте вытоптанных клумб уже в скором времени появится газон. Сажать цветы слишком поздно, а вот травка вырасти успеет. Посевом газона займутся в ближайшие дни. Хамзан Рупиисов, Яна Гала, РТН. В целом, по данным полиции, праздничные дни в Кустанае прошли без каких-либо инцидентов. Но благодаря соцсетям стало известно о двух происшествиях. Сейчас полицейские ищут водителя, который сбил троих пешеходов и скрылся, а также человека, распространившего видео с закадровым комментарием об избиении патрульного. Во время празднования Дня города, по данным полиции, в Кустанае тяжких и особо тяжких преступлений не допущено. Но к административной ответственности привлечено 54 человека, в том числе 16 за распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения, 12 за торговлю в неустановленном месте и 8 за нарушение тишины ночью. Привлечено более сотни водителей. На один из них, будучи лишенным прав, управлял автомашиной в состоянии алкогольного опьянения легкой степени. Как нам стало известно, вечером 19 августа произошло ДТП, в котором пострадали люди. Информацию подтвердили сотрудники полиции. По улице Баймагамбетово-Назарбаево совершено дорожно-транспортное происшествие. Неустановленный водитель совершил наезд на трех пешеходов. 47-летний мужчина и двое несовершеннолетних, 12-15 лет, были доставлены в больницу. На данный момент полиция проводит все необходимые меры по задержанию. Водитель разыскивается так, как покинул место происшествия. Наезд был совершен во время ливня уже в темное время суток. Полицейские напоминают и пешеходам в таких условиях с плохой видимостью быть внимательнее. Ужас, ужас, что там творится. Менты попали. Смотри, еще одна машина. Да мента бьют. Мента там маленького, б***ь, избили. Это видео было снято утром 19 августа около 6 часов. Примерно в это время, как рассказали полицейские, поступило сообщение о том, что возле кафе на улице Маяковского дерутся несколько человек. Прибывшими нарядами патрульной полиции были задержаны шестеро граждан города Кустаная. Доставлены южный отдел полиции. В отношении должных граждан составлен административный материал за нарушение общественного порядка. Материал передан в суд. В департаменте полиции отметили, что факта нападения и оказания сопротивления сотрудникам не было. И уточнили, что принимают меры для установления автора публикации, в которые он некорректно высказался в адрес патрульных и распространил заведомо ложную информацию. Виктор Ваташко, Виталий Луговской, РТН. Дело о взрыве в Кустанайском оружейном магазине рассмотрено в областном суде. Адвокаты осужденного директора предприятия подавали жалобы на приговор, вынесенный городским судом. Они требовали оправдать своего подзащитного и назначить повторное следствие. Однако коллегия по уголовным делам нарушений в постановлении первого суда не нашла. Подробности в следующем сюжете. Областной суд вынес решение по жалобам представителей осужденного директора магазина «Оружейная палата» Сергея Бескровного, потерпевший владелец СТО «Сатурн-2012» Ким и самого предприятия на приговор Кустанайского городского суда. Взрыв в здании торговой точки произошел 3 сентября прошлого года, в результате чего загорелись рядом стоящие одноэтажки. Огонь перешел на крыши ближайших зданий, СТО, столовой и распространился по площади более 2000 квадратных метров. Взрыв, как было сказано в решении суда первой инстанции, произошел из-за нарушений требований пожарной безопасности, за которую отвечал Бескровный. Именно это, по мнению обвинения, повлекло тяжкие последствия и гибель сотрудников Кравченко, Ефимова, Неводничева и Мурзабекова. Различные телесные повреждения получили еще шестеро людей, в том числе и Бескровный. Он получил пять лет лишения свободы. Адвокаты заявляли, что первый суд предвзято провел следствие, не проанализировал выводы, взрывотехнической и судебно-медицинской экспертиз. Приговор они считают необоснованным, построенным на доказательствах, которые собраны с нарушением требований закона и просят осужденного полностью оправдать. Судебная коллегия, исследовав материалы дела, установила, что каких-либо объективных данных, свидетельствующих о существенных нарушениях уголовного и уголовно-процессуального закона, влекущих отмену состоявшегося судебного акта во всяком случае, не установлены. По словам судьи, доводы защитников о том, что порох не является взрывчатым веществом, опровергаются нормативным постановлением Верховного суда 2017 года. Доводы об отсутствии нарушений правил пожарной безопасности в деятельности ТО «Сатурн-2012» со ссылкой на акты проверок административной полиции Айгулис Какова назвала ошибочными. До судебным расследованиям установлено, что с открытия магазина в 2012 году уполномоченным органам ни разу не проводилась проверка на факт нарушения требований норм пожарной безопасности, так как он относился к объектам с незначительной степенью риска. «Сотрудники МВД не имеют полномочий проверять расположение хранилища для оружия и взрывчатых веществ на предмет соблюдения правил пожарной безопасности, содержащих запрет на хранение пороха в подвальных и цокольных помещениях». Достоверным подтвержденным показаниями свидетеля, по мнению суда, является и тот факт, что именно Бескровный дал распоряжение сотруднику неводничему занести 40-килограммовый ящик с порохом в подвал. И экспертиза тоже верно установила, что взорвался именно он. Коллегия постановила приговор, вынесенный Бескровному, в Кустанайском суде номер 2 оставить без изменений, а жалобы без удовлетворения. Виктор Ваташко, Наталья Луговская, РТН К другим темам. Проще условия, больше возможностей. С 15 августа в Казахстане изменили правила выдачи кредитов на социальное жилье. Снятое ограничение по доходам. Значительно расширен список людей, которые смогут стать созаемщиками, а также есть возможность у отдельных категорий очередников взять ипотеку под 2%. Сколько людей в Кустанайской области стоит в очереди на социальное жилье, и почему от жителей региона сейчас не принимают заявки, расскажут мои коллеги. 15 августа в Казахстане вступили в силу новые правила для очередников на социальное жилье. Реализовывать его будут в рамках концепции развития жилищно-коммунальной инфраструктуры на 2023-2029 годы. Целый ряд изменений позволит взять в кредит жилье большему количеству людей. Доступный заим в отбасы банки под 2% смогут получить стоящие в очереди на жилье люди с инвалидностью 1 и 2 групп, дети-сироты, семьи, воспитывающие ребенка с инвалидностью, а также многодетные семьи. Изначально этим категориям необходимо было пройти программу БАК-ТОТ-БАСЭ, чтобы возможно было участвовать и получить кредит по 2% на данный момент. Такой необходимости нет, и на все объекты в соответствующем регионе они могут подавать и претендовать. Теперь нет ограничений по сумме займа, при этом максимально возможная площадь для квартиры, которую оформляет очередник на социальное жилье 80 квадратных метров. Также есть возможность получить ипотечный займ и под 5%. На него могут претендовать люди, стоящие в очереди на социальное жилье. Именно для тех, кто будет претендовать под 2%, ключевыми критериями являются дата постановки в очередь и категория. То есть инвалиды 1 и 2 группы являются приоритетными при отборе. А дальше, если у них остальные категории на равных, то чем раньше он встал в очередь, тем выше он встанет в приоритете. Одно из нововведений – это снятие ограничений по доходам. Даже если семейный бюджет превышает величину прожиточного минимума, теперь это не имеет значения. Есть хорошие новости и для тех, кто, напротив, не мог подтвердить свою платежеспособность. Возможно привлечение созаемщиков, близких родственников. А также по инвалидам ситуация понятна, что не у всех есть доход вообще. Соответственно, им можно привлекать созаемщиков. Но сама квартира будет оформляться непосредственно участника программы. Соответственно, участвовать должны только дееспособные. Особенность реализации социального жилья для очередников в рамках концепции развития жилищно-коммунальной инфраструктуры еще и в том, что подать заявку можно будет только на тот дом, который построен как социальное жилье. Но на данный момент в Кустанайской области готовых объектов нет. Их строительство идет в микрорайоне Береке. Поэтому пока возможности подать заявку у кустанайских очередников нет. При этом в регионе в очереди на социальное жилье стоит более 14 тысяч человек. Алексей Краснов, Яна Галла, РТН Продолжаем выпуск. В Кустанайской области началась уборочная кампания. По официальным данным, техника еще не вышла на поля массово. Аграрии приступили пока только к уборке ранних хлебов. Убрано сейчас 139 тысяч гектаров. Урожайность пока составляет 7,3 центнера с гектара. Но эксперты прогнозируют ее повышение до 11. Татьяна Калюжная продолжит тему. В этом году аграриям Кустанайской области нужно убрать больше 4 миллионов гектаров различных сельхозкультур. По данному управлению сельского хозяйства фермеры уже приступили к уборочной. Но не во всех районах. А только там, где хлеб уже созрел. На сегодня у нас зерновые убраны на площади 139 тысяч гектар. На молочине стоят 2 тысячи тонн. Урожайность составляет на сегодня 7,3 центнера с гектара. Масличные убраны на площади 900 гектар. На молочине 500 тонн. Урожайность составляет 5,4 центнера с гектара. Убираемое сейчас зерно – это ранние посевы. Как отмечают специалисты, пока техника массово на поля не вышла. Это связано с тем, что прошли дожди и теперь сельхозтоваропроизводители ждут, когда немного подсохнет. К суточной норме до 220 тысяч гектаров аграрии выйдут, скорее всего, в начале сентября, когда зерновые будут готовы. Тогда, кстати, и урожайность изменится. По прогнозам данных районов, в этом году у нас урожайность зерновых по области составит 10,9 центнера с гектара. Урожайность масличных – 5,8 центнера с гектара. Это прогнозируемые предварительные данные. Уборочная кампания как бы только началась, и из-за этого темпа в дальнейшем будет наращиваться. По всем районам хлеба уже, можно сказать, уже поспели в ранних сроках сего. Как отмечают в Управлении сельского хозяйства, особых проблем у аграриев в эту уборочную нет. Льготное топливо – это 85 тысяч тонн – уже поступает в регион. В лидерах по убранной площади сейчас находятся Женгельдинский, Амангельдинский и Наурзумский районы. Северные районы тоже приступили к уборочной, но пока не так активно, как южные. Хамза Нурпиисов и Татьяна Калюжная, РТН. Повысить урожайность сельскохозяйственных культур, уменьшить риски заболеваний и повреждений вредителями. Аграриям помогут препараты Интермак. Польская кампания уже третий год работает в Казахстане, демонстрируя отличные результаты применения и в Кустанайской области. И все благодаря особенному составу макро- и микроэлементов в своих препаратах. На полях сельскохозяйственной опытной станции «Заречная» в этом году в испытаниях используют польские удобрения Интермак. Созданная 35 лет назад компания сейчас работает с 60 странами мира, а ее линейка препаратов насчитывает 80 наименований, которые охватывают все агрокультуры. В Казахстане Интермак уже третий год и, как отмечают специалисты, уже показывает отличные результаты. Первые опыты дали очень хороший результат. Прибавка, то есть, ну, допустим, если мы гарантируем при применении наших препаратов 18-20% к урожайности, то результаты применения, особенно в засуху, в засушливый период, были гораздо выше. Поэтому, вдохновленные этим хорошим результатом, мы как бы идем дальше. На полях опытного хозяйства польские удобрения использовали на пшенице «Омская-18». Как отмечают руководители хозяйства, препараты вносили в фазу кущения, чем серьезно поддержали растения. Это воочию смогли увидеть и участники конференции по применению препаратов компании Интермак. Мы дали растениям нужную форму азота, дали комплекс микроудобрений. И вот внесение, когда идет в фазу кущения, это, в общем-то, влияет на урожайность. Внесение по второй обработке, по флаговому листву, это идет уже на улучшение качества. Хозяйство ТО «Мелитопольское» уже три года использует польские удобрения. Они смогли воочию убедиться в том, что они помогают противостоять засухе, повышают урожайность, а сельхозкультуры меньше болеют. Самая главная уникальность продуктов Интермак заключается в том, что в свой состав они включили макроэлементы и микроэлементы. Это одно. То есть их продукты специально разработаны, например, для защиты зерновых культур, для защиты кукурузы, для работы с другими культурами. То есть мы реально даем культуре то, что нужно. Участникам конференции не только показали на деле действия препаратов Интермак, но и подробно рассказали о своих продуктах, в числе которых микробиологические, которые помогают почвам снизить последствия их деградации и улучшить свойства. Алексей Краснов, Татьяна Калюжная, Валерий Зновьева, РТН. В Кустанайской области появился крытый конно-спортивный манеж. Стоимость нового проекта – 700 миллионов тенге. Как отмечают эксперты, открытие манежа – это важный шаг не только в спортивной, но и в социальной жизни региона. Ведь одна из главных его целей – реабилитация и лечение детей с ограниченными физическими возможностями методом ипотерапии. На открытии побывала наша съемочная группа. Теперь в Казахстане таких конных, крытых манежей, шесть. Подобные спортивные сооружения уже есть в Астане, Алма-Аты, Усть-Каменогорске, Шемкенте и Ак-Тубе. Площадь манежа – 3000 квадратных метров. Основное место для тренировок заполнено песком. Наверху – тепловые пушки, которые обеспечат тепло в холодное время. В общем, на строительство выделено из бюджета 700 миллионов тенге. Сегодня открытие конного манежа позволит заниматься именно национальными видами спорта наших детей. Наша девушка, которая имеет областное ведомство, сегодня 498 детей, которые там обучаются. Из них 120 детей будет национальным спортом именно такими, как традиционные стрельба из лука, садагату, это аудораспад, это жамбату, вот они будут этими видами спорта заниматься. Но все же главное предназначение манежа – реабилитация и лечение детей с ограниченными возможностями здоровья, методом ипотерапии. Эльмира Карибжанова – инструктор-ипотерапевт. У нее давно была мечта, признается девушкой. Сейчас она исполнилась. Волнительный день. Мы очень рады всех, в том числе и я, родители, что в городе Кустанай откроется такой манеж. Во-первых, он теплый. Во-вторых, он крытый. Мы можем в любое время кругогодично заниматься ипотерапией, несмотря на дождь, снег, буран. По мнению экспертов, открытие манежа – это серьезный шаг не только в спортивной, но и в социальной жизни региона. Они надеются, что этот проект станет толчком к большому социальному проекту реабилитации детей с инвалидностью, а оплату занятий за них на себя возьмет государство. Алексей Краснов и Татьяна Калюшная, РТН. Впечатление и возможность побыть вместе. Семья корреспондента редакции телевизионных новостей Татьяны Калюшной каждый свой отпуск отправляется в путешествие. Причем это не разрекламированные туристические маршруты, а практически авторские туры, в которых учитываются интересы всех членов семьи. В этом году выбор пал на Тургай и озеро Имантау. Затратно ли путешествовать в пределах родного края и о чем мечтают заядлые путешественники, расскажут мои коллеги. Семья Мороз – путешественники со стажем. Татьяна – журналист телекомпании «Алау», известна зрителям под фамилией Калюшная, и ее супруг Александр вместе с дочерью Катей каждый свой отпуск отправляются в поездку. Причем это не просто турпакеты, а спланированное путешествие, чаще всего на автомобиле. За их плечами десятки городов и несколько стран. Мы выбираем именно памятники какие-то природы. То есть это какие-то интересные ландшафтные варианты. Это водопады, это какие-нибудь скалы, вот такое что-нибудь. То, что нас всех восхитит и оставит такие вот воспоминания. Ну и в городе то, что исторически интересно. То, что у нас нет, мы никогда этого не увидим. Там до пушек, там времен царских времен, дотронуться, посмотреть какие-то катакомбы, крепости. Горячая вода. Это мой ребенок. Это наш лагерь. Наша палатка. И тургайская степь. В этом году в отпуске семья отправилась в путешествие по Кустанайской области. Выбор пал на тургай. Александр оттуда родом, а Татьяна не раз бывала в этом регионе по работе. А вот дочь не была ни разу. Показать ей красоту родного края было первостепенной задачей. Горячий источник. За горячими источниками очень много говорят. О соленом озере очень много фотографий выкладывают. Поэтому я как-то у нас обсудили это и решили поехать. В выходные и в отпуск вперед. К поездке семья готовится всегда основательно. Каждый знает, за что он отвечает. Мужская часть, такая как подготовка машины, оснащение, начиная от запаса еды и топлива до спальников и палаток, лежит, естественно, на Александре. А вот Татьяна отвечает за кухню и впечатление. Выбор экскурсий, достопримечательностей – это зона ее ответственности. Причем семья легкая на подъем и отправиться в путешествие может спонтанно. Не важно куда, важно, что вместе. Если с ее стороны посмотреть, она всегда – Саш, как красиво, как замечательно. Впечатление просто. Хорошее впечатление, ненадолго это стало. Ну а для меня это возможность побыть поближе, со своей семьей. Потому что в том ритме жизни, в котором мы живем, не только я, но и супруг тоже, и дочь, ну как бы это возможность побыть вместе. Опять по горам и в горы. Сегодня я без рюкзаков. В этом году семья Мороз побывала еще и в Североказахстанской области, а точнее они посетили озеро Имантау. Эмоции и впечатлений тоже привезли немало. Говорят, путешествия по родной стране и родному краю – дело незатратное, главное все продумать. Ближайших планов, куда отправиться, говорят Татьяна и Александр, у них нет. А вот мечты есть. Таня хочет побывать на Северном полюсе, а Саша грезит Алтаем. Есть и мечта одна на двоих. В зрелом возрасте купить домик на колесах и каждый новый день встречать в новом месте. Хамзан Рупиисов, Яна Гала, РТН. Такими были события дня. У меня на этом все. До свидания.